вечер добрый друзья братья сестры сегодня очень гораздо позже вышел в эфир только недавно приехал сегодня у нас с вами выпускные недавно закончился выпускной концерт у нас в районном дворце конечно всем выпускникам хочется пожелать помощи божией в грядущими поступления в сузы вузы поэтому буквально только вот приехал с мероприятий как говорят уставший голодный но бодрый чему посвятить допустим сегодняшний эфир хороший вопрос задали принципе никто на него отвечал но почему-то может быть недопоняли задали вопрос может ли мирянин крестить человека в каких обстоятельствах обстоятельствах но прежде чем я отвечу мне хотелось бы то я с другого места веду трансляцию слышно что видно как-нибудь напишите если все как-то обозначить если можно ну надеюсь что все хорошо записывается потому что реакции пока никакой все-таки отвечая на опрос может как может человек есть такое выражение и тому подобное он может не знает стопроцентно что другой человек не крещён имеем это вода песок а я слышал и такие историю когда мамочка лялечку которая уже при смерти была но опять таки как правильно человека в первую очередь нужно соблюсти форму крещается или младенец там вероника во имя отца имени дай бог если человек уже человек человек приходит в храм и батюка уже совершает то что не до совершилось миропомазание воцерковление чин то есть до совершать было полноценное таинство крещения потому что здесь исключительный момент ради страха смертного вот также в ходе этого вопроса допустим допустим которые люди в сознании ну скажем так таинство любой таинство совершается в сознании потому что Господь не лишает свободы выбора поэтому человек делает этот шаг осознанно ну я беру тут только исключительный момент это младенцы которые не могут осознанно дать какой-то ответ и за них дают крестные родители или родители прошу прощения если если это человек ДЦП аутист как быть тогда в этой ситуации ведь он вроде и может быть и взрослый человек но сильно осознанно не может как бы дать ответ ну нужно сказать опять-таки тут есть исключатель исключающий момент и как бы это не поголовно так такая немощность поэтому тоже по вере сродников но вспомните хотя бы можно на эту тему привести пример когда ко Господу на носилках принесли друга поскольку не смогли войти в дом где проповедовал Христос они залезли на крышу разобрали ее и на пеленах постельных спустили своего друга посреди комнаты и Господь говорит что велика вера ваша по вашей вере исцеляется этот человек почему и мы молимся о своих как здравых так и усопших сродниках и вообще всех православных христианах почему наша молитва столь полезна для них потому что Господь по нашей вере слышит и дарует им то что мы просим здравия благополучия или же если это усопшие вечную память вечный покой и царство небесное по крайней мере можем вымолить тот или иной грех у тех которые не сподобилось сподобились царствие небесное поэтому возвращаясь к вопросу относительно людей болезненных ДЦП аутистов также по вере сродников но если допустим этот человек не обязательно там ДЦП но взрослый человек не хотел при жизни креститься ему все это чуждо было ну я думаю даже ради страха смертного этого делать не нужно потому что ну человек был против ну зачем кому-то что-то навязывать на эту тему очень хорошо говорит почивший патриарх Павел Севский он говорит что не навязывайте никому православие выживите им и видя ваш добрый пример попросят сами рассказать о нем вот так вот ну это вот о том основном вопросе который мне задавали жду ваших вопросов реакции какие вас интересуют вопросы пожалуйста пишите ну вы пока пишите я еще один тогда отвечу вопрос тоже достаточно интересный жизненный задали буквально мне вчера или позавчера в каком возрасте если нужно детям говорить о естественном скажем так физическом скажем так общении мужчины и женщины какой ну если можно сказать секс просвет в каком возрасте для детей можно начинать в каком вы думаете напишите возраст циферками мне интересно тоже будет в каком вы думаете у вас здесь есть где написать можно внизу то вы скромные такие у меня ну ладно скромничать и дальше я с двух сторон спасибо большое Влад ну вот где-то с Владом наверное я и согласен относительно 14 и далее почему потому что скажем немножко так вот и исторический и биологический возьмем хотя бы страны Сирии там в 14 15 лет где-то минимум 16 девочек уже отдавали замуж почему потому что они уже готовы были к четародию быть супругами и выполнять свой скажем так домашний в том числе быт ну и телесный почему потому что уже и психологический и физический а если мы сегодня посмотрим на девочек которые сегодня я наблюдал на выпускном то это уже не просто девочки это очень очень взрослые зрелые девушки ну поэтому наверное где-то ближе к этому возрасту о 14 но ближе к 16 может быть в этом возрасте с духовной стороны давайте с духовной стороны посмотрим в каком возрасте об этом говорить это частное мое мнение никому не навязываю ни в каком почему потому что я думаю они так узнают когда и что и зачем я думаю мамочки своим доченькам скажут о женских днях чтобы они не напугались когда они подойдут относительно интимной связи мужчины и женщины это не столь скажем так жизненно необходимо чтобы просвещать в этом наших детей я думаю нужно их просвещать в духовном больше в добродетельном и тогда для детей не столь будет важно и значимо как плодятся люди скажем так все таки как с духовной стороны меньше нагрешить меньше сделать ошибок как дольше сохранить целомудрие до брака вот я думаю если с духовной стороны мы больше будем уделять внимание чем физическому биологическому аспекту то я думаю гораздо будет лучше ну а так я думаю ближе к 16 хотя мы с вами понимаем что гораздо гораздо раньше все это они узнают на улице в школе от своих сверстников поэтому я думаю сильно распространяться нам и не нужно будет поэтому думаю духовное духовное воспитание духовной информации нужно в первую очередь этим говорить Дмитрий задал вопрос если по незнанию я была крещена повторно это грех является ли грехом применение противозачатных средств тут у нас два вопроса так первый вопрос если по незнанию я была крещена повторно но если вы на самом деле не знали были ли вы крещены или нет то это не грех конечно это не лукавство это бывает особенно знаете вот я сейчас вспомню как же это называлось а передача вспомню битва экстрасенсов когда я еще в городе есть и служил и вот там выступила одна знахарка говорит ты знаешь тебе надо еще раз покреститься лукавый не будет знать того второго имени у тебя все сразу станет замечательно но это бред это опять-таки лукавство как не будет лукавый знать имени второго но это глупо просто он всегда рядом так же как и ангел-хранитель который при крещении нам данный он всегда знает и один и другой что мы делаем а порой даже о чем мы мыслим если человек не знает крещен ли он не крещен а только лишь предполагает и уточнить он точно этого не может крещен ли он или нет то можно креститься даже есть такая ремарка когда батюшка крестит аще крещен то есть предположительно возможно крещен но не точно аще крещен крещается там раба раб божий такой-такой-то почему раб божий потому что только господь может освободить от рабства греха и служение лукавому скажем так вот второй вопрос относительно противозачатных средств ну давайте мы здесь обратимся к русской православной церкви концепции двухтысячного года конечно тут однозначно можно сказать что церковь против противозачатных средств почему двояко во-первых это осмысленное прерывание беременности это скажем так пренебрежением даром божий который господь дает нам дар чадородия и скажем так противление словам божьим плодитесь и множите обладаете землей для чего нам нужны противозачатные средства для того чтобы получать удовольствие но не рожать детей самое страшное что многие люди вот у меня в моей практике священницкой служуя 9 лет 8 семей из них 4 так деточек пока и не могут зачать родить в некоторых ситуациях чудо было божие они трудились и физически они имеют интимность врачей обращались также молились господь им дал эти деточек в одной семье 6 лет не было деточек там 4 3 ну разный возраст был и господь им дал эту лялечку понимаете дело в том что когда люди сами целенаправленно убивают себе физическое с физическими возможностями детей то когда проходит время и они уже не могут иметь детей приходит трагедия жить ради животного мира чтобы только получать удовольствие от близости мужчины и женщины это глупо а вот радоваться и вкладывать всю душу любовь в поколение свое это благоразумно мы растим и воспитываем их они по смыслу если духовно мы их воспитываем в первую очередь то они досматривают и любят нас они сдают стардом Дмитрий задал еще один вопрос сейчас прочитаю что делать с найденным крестиком хороший распространю достаточно вопрос что делать в зависимости от его в первую очередь состояние ну допустим золотой крестик возьмем так прошу час спрашивать золотой крестик нашел мне жалко как бы его отдать вроде хозяев нету можно ли оставить его себе отвечаю можно поступить двояко если если вы точно знаете что неизвестно чей это крестик и хотите оставить его себе то можно его осветить и носить сразу подчеркиваю что чужого креста вы на себя не возьмете имею ввиду жизненного это глупость это суеверие когда говорят вот одел крестом своего сына или папы покойного все вот теперь ты его проблемы на себя взял это глупость от святыни проблем не может быть посмотрим на крестик и мы что видим мы видим любовь проявленную ради каждого человека то есть крестное христа может ли этой любовью принести какой-то причиниться вред человеку нет это очень глупо даже вот поэтому если вы не знаете хозяева хозяина этого крестика можно прийти в храм его осветить и носить это первый вариант а второй более скажем так богоугодный можно опять таки вот второй вариант поделить на два варианта под под варианты скажем так первый вариант это его скажем так продать в ломбард и деньги пожертвовать нуждающимся не суть важно там нуждающимся бедным храм пожертвовать на какой-то добродетели или же второй под вариант это часто бывает вы может видели в храмах под иконам висят колечки крестики это вот благодарность людей за услышанные молитвы там или это святой то или это спаситель божьей матери иконы вот знак такого уважения люди вешают крестики и колечки можно вот как ты вроде и не потратился но нашел его ну зачем допустим я бы так рассуждал его себе оставлять лучше я дам на божье дело как добрый пример это вот отвечаю на вопрос крестика так следующий вопрос есть мясо это грех нет не грех если это скажем так не пост если это скажем так не кровавое мясо потому что некоторые с кровинкой любят ну это уже такой полуган ганнибализм что ли тут нужно смотреть даже пост надо посмотреть вот смотрите великий пост перед пасхой мы не едим мясо вообще да и рыбу в том числе в этот пост Петра и Павла мы кушаем рыбку почему пошли он более скажем так облегченный пост не столь строгий вот мы можем вкушать рыбку вообще нужно немножко такой параллель провести почему мы не вкушаем мясо в пост если это в принципе норма нашего питательного рациона мясо это в пост как видимый грех можно провести параллель как вот плод познания добра и зла в раю который господь запретил вкушать ну и после соблазна скажем так змея Евы она вкусила поэтому и потом уже может быть по любви может это не хотелось может чтобы не обидеть можно много вариантов перечислить Адам тоже вкушает этот плод вот так для нас примерно запретный плод это мясо но все-таки хочется подчеркнуть то что часто святые отцы говорят в пост нельзя кушать в первую очередь кого та-да-да-да друг друга а нельзя вкушать друг друга мы можем не кушать чего-то физического а быть последними негодяями и смысл нашего поста и грош нам цена поэтому по необходимости даже в пост порой благословляется вкушать где-то и молочное напомню что болящий человек как святые отцы говорят поститься своею болезнью потому что он не ропчет а несет свой крест с благоговением как искупить грехи ну тут очень можно целую передачу посвятить этому целый эфир как искупить свои грехи в первую очередь это покаяние а всякий грех это чаще всего действие редко когда мы каемся в своих мыслях в словах хотя слова порой материальны поэтому мы в первую очередь каемся на таинстве исповеди просим прощения у Бога потому что в первую очередь что такое грех это противление милости Божией это то что нас отвращает отводит от Бога помимо покаяния ну к примеру с потолка с потолка возьмем человек украл он чувствует свой грех он вроде уже и покаялся и больше не ворвал а его это гложет он что делает он берет в четыре раза больше и или раздает нуждающимся или допустим помогает какой-то большей степени суммой какой-то конкретно семье в ее проблеме то есть дает в том числе и такой противовес своего одного греха противовес добродетели допустим еще один пример женщина сделала аборт каким образом она может его искупить хорошо сейчас покороче женщина сделала аборт за этот грех раньше ее могли отлучить да и сегодня в принципе никто этого не отменял на 20 лет от причастия максимальная противовес этого греха это взять ребенка с детдома и воспитывать его как родного а минимум это покаяние и чтение акафиста о невинно убеденных младенцев от руби матери и делать какие-то минимум но маленькие добродетели для детей вот вам как можно искупить грех привет ленинградской пожалуйста привет можно покороче уже прочитал можно и еще один вопрос почему сам иисус никогда и нигде и никогда прямо не говорил что он бог ну как не говорил массу можно привести из евангелия цитат где он говорит я и отец едино суть то есть одно так так если отец на небесах бог я и он одно бог во мне я я в отце и отец во мне и кто видел меня видел и отца моего ну можно сказать привести пример богоявления когда господь крестился на водах иорданских дух в виде голубя сошел на него и голос отца с неба был это сын мой что еще нужно подтверждение отца с небес бога когда господь возносится написал он говорит идите научите все народы крестя их почему мы крестимся во имя отца и сына стога духа и буду с вами во все дни до скончания века почему он вровень себя ставит с отцом и духом а мы в другом месте можем прочитать что бог есть дух сам христос говорит и кто ему кланится тот спасен будет то есть господь многократно если вы читали евангелие подчеркивает что в том числе и господь ну вот и спрашивает ученикосы за кого вы меня почитаете когда одни говорят пророк а другие сын божий он же не говорит нет я ни в коем случае не сын не божий он же так не говорит он соглашается вот так вот ну сегодня мы с вами прям очень сильно задержались хотя и поздно сегодня приехал еще раз выпускников наших поздравляю с выпускным помощи божьей вам в грядущем поступления в жизненном пути вашим взрослым родителям терпение терпение и помощи что у вас все тоже получилось рад был с вами пообщаться храни вас господь милости божий ангела всем ко сну ангела хранителя с вами был священник константин мальцев с богом и а и